Музыка Здравствуй, мир! Всем привет из Нью-Джерси! С вами Ирина Робинсон на канале Музыкальный салон Шиба-Люба. Сегодня мы немного поговорим о магической формуле джаза, так называемой секвенции 2-5-1. 2-5-1. Это, в общем-то, не изобретение джазменов. Этими секвенциями пронизана вся музыка, если копать в глубину веков, вся музыка пронизана этими секвенциями и так далее. Но в джазе она раскрылась и получила новое звучание, новое значение, поскольку джазмены импровизируют. И это очень распространенное сочетание секвенций. Не зря я ее назвала магической формулой джаза, потому что, ну, если проанализировать джазовые стандарты, вернее, большинство из них, они все состоят из этих секвенций в разных тональностях. Тональности могут меняться в одном произведении много раз. Ну и мы можем прослеживать эти секвенции. Именно поэтому они так чрезвычайно важны, и мы с вами будем их осваивать. Поскольку, ну, самый простой, я бы сказала, аккорд после трезвучия – это септаккорд. В джазе мы используем как минимум септаккорд, трезвучий использовать не принято. То начнем вот с простой такой последовательности. Вторая, пятая, первая. Как мы можем опевать? Например, вот в фа мажоре вторая ступень соль. Соль минор, пятая – это до мажор. И фа мажор. Мы в фа приходим. Я беру фа мажор. Вы можете взять любую другую тональность. В принципе, надо освоить это во всех тональностях. Ну, я начну с фа мажора, потому что это более удобно для моего женского голоса. Итак, что мы делаем? Мы берем просто септаккорды. Вот соль минор. Соль минорный септаккорд. Соль, си, муль, ре, фа. Вторая ступень. Вторая, пятая ступень – до мажор. До мажорный малый, разумеется, малый мажор септаккорд. До, ми, соль, си, муль. И мы разрешаем в первую ступень – это фа мажорный большой мажорный септаккорд, потому что это тоника. Фа, ля, до, ми. Не малый, а большой. И так у нас получается соль минор, до мажор, малый и фа. Для того, чтобы голосоведение было более плавным, мы используем не основные виды аккордов, а обращение. Каждый септаккорд, каждый, вообще любой аккорд и трезвучий имеет свои обращения. Я думаю, что вы либо знаете о том, что такое обращение, либо можете всегда об этом почитать из теории музыки, либо задать мне вопрос, если уж вам совсем непонятно, что такое обращение трезвучий и септаккордов. Я надеюсь, что вам это понятно. Ну так вот, для удобного соединения аккордов между собой мы используем обращение. Итак, вторая. Соль, си, ре, фа. Для до мажора, чтобы плавно соединить, чтобы не прыгать, а чтобы соединить плавно, мы берем терц-кварт-аккорд до мажора. Терц-кварт-аккорд. Соль, си, моль, до, ми. И разрешаем фа, до, ми. И получится очень плавно. Все, нам не надо рукой дергать, и в том числе и голосом, когда мы будем это петь. Нам тоже не надо совершать бешеные какие-то скачки. У нас голосоведение будет очень плавным. И вот что у нас получается. Все, очень просто и понятно, я надеюсь. То есть в басу у нас соль, до, фа, три, вторая, пятая, первая. Это фа-су. Вообще, я советую вам всегда слушать бас. Всегда слушать, что происходит в басу. Развивайте свой гармонический слух. Таким образом, вам будет легче и легче и легче импровизировать. Итак, мы поем секвенцию. Далее, мы превращаем вот эту фа, которая стала первой, мы превращаем ее во вторую ступень. Вторая у нас минорная. То есть был фа-мажор, а стал фа-минор. Фа-минор, вторая ступень для чего? Фа-минор, си-бемоль и ми-бемоль. В ми-бемоль-мажор идет движение. То есть надо отслеживать направление движения. Вторая, пятая, первая. Вторая, пятая, первая. Пришли в ми-бемоль-мажор. Это временный тональный центр у нас. Далее, мы его превращаем опять же в минор. То есть во вторую ступень. Ми-бемоль-минор стал. Он вторая ступень для чего? Ми-бемоль-минор. Для ре-бемоль-мажора. Ми-соль-си-ми-де-де-де-де-де-де-де. Я не буду сольфиджировать сейчас. Это не нужно. Я просто буду петь вам секвенцию. Вам надо запомнить хотя бы на слух. Вот мы пришли в рэй-боль-мажор. А для особо любознательных, конечно, нужно освоить теорию музыки, гармонию, квартоквинтовый круг, все, что с этим связано. Но я даю занятия в расчете на то, что вы уже с этим знакомы. Поэтому, если вы еще пока не знакомы, вам, конечно, нужно вернуться к теории музыки, к изучению всех тональностей, ладов, аккордов и так далее. Вам это нужно как база. Итак, мы пришли в рэй-боль-мажор. Далее у нас рэй-боль-мажор мы можем заменить не на рэй-боль-минор, а удобнее будет до диэс-минор, потому что меньше знаков, хотя это и диезная тональность, но все-таки будет более удобно. До диэс, фа диэс. И куда пришли? Си, ну или до-бемоль-мажор для особо дотошных. То же самое. Си-мажор, в си-мажоре пять диезов, все бывает, но удобнее. До диэс, фа диэс, си, до вторая, пятая, первая. Си-мажор мы превращаем в си-минор. В ля-мажор мы превращаем в минор, то есть во вторую ступень. Замыкаем. Последовательность замкнулась и мы вернулись в наш фа-мажор. Но это не полный круг я прошла, я прошла сейчас по тонам. На самом деле вам нужно научиться делать это по полутонам. Ну, например. Тогда у нас будет вторая ступень, не фа уже, а на полтонам выше. Мы пришли в минор, потом опять на полтону уже. Ба-ба-да-ба-да-да-да-да-da-у- technology mereka другой, то есть во вторую ступень. Ну, э-мажор, а на полтонам юность цена. Си-мажор, ты черваки, а на полтонам юность цена. Пропших трех taped в виде этого или автомат на полтонамMY э ciento. Ба-ба-да-да, па-да-ба-да-да-da, па-да-да-да, па-да-да-да-да. Вот я сейчас прошлась по всем тональностям. Вам советую практиковаться и делать то же самое. Это одна из самых простых секвенций. Вторая, пятая, первая. Освоите этот материал и мы пойдем дальше. Благодарю всех за внимание. Если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях. А на сегодня я с вами прощаюсь. Любите музыку, любите джаз, любите пение. Я вам желаю больших успехов. С вами была Айрина Робинсон на канале Музыкальный салон Шубарюба. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова